Добрый день. Прохожу сейчас мимо Несевска и пересечения курортного проспекта. Из люка течет вода. Значит, чистая. Звонок проверочный. О том, что аварии на самом деле нет, на том конце провода не догадываются. Цель узнать, как реагируют дежурные коммунальные службы на сигналы горожан. Через некоторое время оперативная машина подъехала к месту условной аварии. Даже если видимых порывов нет, по регламенту ремонтникам необходимо проверить указанное место и сообщить диспетчеру, ложный ли вызов или нет. А здесь разворачивается реальная нештатная ситуация. На улице Конституции в ходе проведения несанкционированных земляных работ поврежден электрический кабель. Часть микрорайона осталась без света. О происшествии сообщили на горячую линию Кубанинерго. По регламенту, светодомат в Сочице должен появиться в течение трех часов. На устранение аварии отводится не более суток. Хотя по факту, говорят Кубанинерго, сейчас благодаря современным технологиям время подключения абонентов после сообщения об аварии сократилось в среднем до 20 минут. А устранение повреждения на линии не превышает трех часов. Это пример заработы энергетика по выводу в Сочи, считают в администрации города. И так должны работать абсолютно все коммунальные службы курорта. У нас по вашему поручению подготовлен регламент взаимодействия. Первое – это провести все аварийные мероприятия до начала праздников. И, соответственно, сделать дополнительные аварийные бригады, которые будут работать как в круглосуточном режиме. Если касается наружного освещения, значит, каждодневные выезды. Из доклада вашего видно, что мы готовы, да? Да. Главное сегодня, на самом деле, чтобы доклады совпадали с реальностью, нужно хорошенько поработать и действительно выстроить эту схему. Проверить и технику, проверить и количество инертных материалов, которые, возможно, будем использовать. Потому что Новый год может быть и снежным, особенно в Красной Поляне, в Истосадке. И здесь вот нам надо обязательно быть готовым ко всему. Тестная оперативность коммунальной службы, в том числе и управляющей компании, будет проходить до конца недели. Затем сотрудникам ЖКХ предстоит сдать экзамен. Принимать его будет глава Сочи. Но основная центра – за жителями. Далина Моисеева, телекомпания «Откад». Продолжение следует... Продолжение следует...